Каменные стены Все началось около месяца назад. Я тогда гостила у бабушки с дедом в их уютном деревянном доме на окраине села. За плечами осталась успешно закрытая сессия, а впереди планировалась поездка на море с лучшей подругой. А сейчас меня окружали тихий сосновый бор, огород, дом, сарай и баня – атрибуты настоящей сельской жизни. Рано утром меня разбудила непривычная суета за окном. К слову, окно спальни как раз выходило на задний двор, наполовину заставленный ровными рядами поленницы, а на другую половину – засаженный картофелем. Я вскочил из кровати и выглянула в окно. Дед Сергей громко ругался, при этом отпинывая в разные стороны кур, мечущихся под ногами, и чем-то гремел около дров. А баба Дуся прикрикивала на него в ответ. «Тише, тише ты, отец!» – громко причитала она. «Рань такая, Машка еще ж спит, ты криками не подсобишь телу!» В ответ дед опять заскверно словил. «Зови лучше Ваньку из леса, нечего тут орать на всех!» Баба Дуся не сдавалась. Дед Сергей остановился и задумчиво почесал седую макушку под кепкой. «У него, кажись, агрегат пни корчевать есть. Надо звать немедля!» Старик бросил топор в кучу разбросанных поленьев и, сутолившись, заторопился в дом. Досмотрев до конца эту сцену, я быстро переоделась и вышла из комнаты как раз, когда загремели входные двери. «Встала уже?» – воскликнула баба Дуся. «Дед дурак! Всполошил веселее с криками! Погоди, сейчас блинов нажарю!» – старушка засуетилась у холодильника и плиты. «Ничего, иногда полезно вставать с петухами!» – грозно прогремел дед, усаживаясь на табурет около домашнего телефона в прихожей. Пока я ходила в баню умыться и причесаться, к воротам дома уже подъехала старенькая Нива. Белка оглушительным лаем провожала до дверей в дом высокого худощавого парня в костюме милитари. Это был Иван, парень лет тридцати, живущий в небольшом домике в самом лесу и занимающийся охраной пустующих складов поблизости. «Машка, привет!» – заулыбался он, касаясь козырька кепки. «Чё, у деда с утра крышу снесло?» Не знаю, я пожала плечами и быстро проскочила в сене мимо него. По кухне уже расползался аппетитный аромат жареных блинов. Баба Дуся жарила мастерски сразу на двух сковородах. Я присела к столу на диванчик, а рядом уселся Иван. Бабуля поставила рядом с ним чашку с чаем и блюдце. «Вань, ты взял эту штуковину-то!» – в нетерпении начал дед. «Да погоди ты, дай хоть позавтракать людям!» – перебила его бабуля. Иван аккуратно положил свою кепку рядом на стол и, отхлебнув чай, поперхнулся. «Дед Сергей, тут дело такое. Надо бы поглядеть сначала, что да как. А дробилка эта у бати в гараже стоит, за ней ещё перецы в соседнее село». «Тьфу ты! Ладно, жуй быстрее, да пойдём смотреть на эту чертовщину!» Дед громко отхлебнул из своей чашки и принялся быстро заглатывать горячие блины. Мне стало жутко интересно, о чём у них шла речь, поэтому после завтрака я, не привлекая внимания, составила мужчинам компанию. Мы вышли на улицу, когда небо заволокли тучи и уже начал накрапывать мелкий дождь. Дед Сергей привёл Ивана на задний двор к металлическому забору, окружающему всю территорию участка. Забор, на вид прочный, из толстых гофрированных металлических листов, в одном месте снизу чуть заметно прогнулся. Дед склонился и резким движением вырвал куст картофельной ботвы рядом с забором. Из чёрной влажной земли нашему взгляду предстал ряд серых камней высотой сантиметров двадцать. Не что это? Иван склонился и дотронулся до них. Камни, что ли? А хрен его знает, сынок, сплюнул дед и покосился на свой забор. Только эта напасть корёжит мой забор. Хрен с ней с картошкой. Ваня изо всех сил пнул груду камней ногой в резиновом сапоге и сморщился от боли. А какие крепкие падлы! Выругался он. Под копом никак? Никак. Пробовал. Дед Сергей достал из нагрудного кармана рубахи смятую пачку сигарет, внутри которой лежала зажигалка, и закурил. И молотом, и топором не колются. Вот зараза! Ничем не взять! Слышь, дед, я чё-то сомневаюсь, что отцова дробилка тут поможет. Иван пожал плечами. Это же не пни, а камни. Да вижу я, вижу! Далее дед опять выругался. Они постояли в молчании ещё несколько минут, пока дед докуривал, и потом медленно побрели в сторону дома. Я присела на корточки и прикоснулась к ряду камней. На ощупь камни были самыми обыкновенными. Холодными, влажными от дождя и грязными. В том месте, где их появлению помешал забор, они ничуть не деформировались и представляли собой подобие единой горной цепи или хребта в миниатюре. Мне сразу в голову пришла мысль, что появление камней связано с движением земной коры. Так формируется рельеф поверхности нашей планеты. Что-то подобное я помнил ещё со школы. В общем, ничего особенного. Простое природное явление. Подул прохладный ветер, дождь усилился, и я, посильнее завернувшись в тёплую кофту, поспешила в дом. На следующий день погода по-прежнему не радовала. Пока баба Дуся и дед Сергей управлялись по хозяйству, я от скуки листала ленту соцсетей. Ничего интересного. Вдруг моё внимание привлекла фотография каменного нароста, похожего на тот, что у нас на огороде. Только на фотографии ряд камней пробивался через асфальт и уходил в стену кирпичного многоэтажного дома. Трещины, осколки кирпичей и осыпавшаяся краска – всё это зафиксировало беспокоенный жилец. Я внимательно прочитала его пост. Ни он, ни управляющая компания не знали, что это за камни и откуда они появились. Город Верхоянск. Я перешла на карту России. Город расположен далеко и даже не в нашей широте и долготе, а севернее и восточнее. Но у них такие же каменные наросты. Нет, они даже немного выше, судя по фотографии. «Машутка, иди-ка, помоги!» – мне послышался голос бабы Дуси со двора. Я быстро свернула все открытые страницы на смартфоне, натянула куртку, сапоги и выскочила из дома. Помогая пропалывать грядки, я решила, что не настолько сильна в знаниях географии и геологии, чтобы делать какие-то выводы. Скорее всего, власти уже с этим разбираются. Тем более у них-то техника будет покруче, чем у нашего Ваньки из леса. Больше я к этим мыслям не возвращалась, пока через несколько дней не услышала крики деда Сергея. Они были настолько нецензурны, что передать их никак нельзя. Мы с бабой Дусей бросили все и побежали на его голос. Дед Сергей стоял рядом с полностью разорванным забором в том самом месте, где неделю назад обнаружили кучку камней. Только каменный нарост теперь был внушительного размера, почти с меня ростом. Пока старик притоптывал на месте и буквально рвал на себе волосы от горя и злости, а баба Дуся всхлипывая успокаивала его, я выглянула за забор. Каменная стена уходила далеко через проселочную дорогу в лес. Могучие стволы сосен стоически подпирали ряд поврежденных деревьев. Да, теперь груда камней больше напоминала каменную стену, расширяющуюся к основанию. Пока дед Сергей и баба Дуся звонили в районный отдел полиции, я изучала новости сети интернет. Теперь сообщение о подобном явлении было сотни, тысячи, сотни тысяч по всему миру. Во многих населенных пунктах из-за каменных стен, выросших из-под земли, пострадали сотни домов. Тысячи людей погибли под завалами. Те, кому больше повезло, просто остались без жилья. Я с ужасом листала посты с фотографиями, на которых каменные стены возвышались до уровня трехэтажного дома. Темно-серый неровный массив из камня разрушал все на своем пути и постоянно рос. Громкие причитания бабы Дуси отвлекли меня от экрана телефона. «В маршруте звонили твои родители. Они едут за тобой, доча». Бабуля присела рядом со мной на диван в зале. «Как? Надеюсь, с самолетом?» «Нет, моя хорошая. Билетов на самолет нет, а поезда уже не ходят». Баба Дуся вытерла слезинку со щеки краем передника. «На машине с папой едут». «У меня все похолодело внутри. А как же дороги? Эти стены могут появиться где угодно. От небольшого городка на севере до нашего села тысячи километров, а это не меньше тринадцати часов пути». Машенька, баба Дуся обняла меня за плечи и разрыдалась. «Я тоже больше не могла сдерживать слез». «Но чего рвете, дуры?» — грозный голос Деда Сергея оборвал рыдание и вывел нас из транса. «Чего, идиотки, хороните своих заранее? Даст Бог приедут». Дед устало опустился в кресло напротив нас и продолжил уже спокойным голосом. «Димка с Катькой не дураки. Уж пойди разберутся, как безопасно добраться. Сейчас вон МЧС по радио говорила. Надо запасы провизии делать тем, у кого дома целы. Поехали, мать, в магазин. А ты, Машка, сиди дома и лишними звонками родителей не тревожь». А потом встал и добавил, перекрестясь. «С божьей помощью доедут». Когда они уехали, несмотря на плохую погоду, я ненадолго вышла во двор. Стены дома, казалось, давили на голову, и мне постоянно не хватало воздуха. Я уже не плакала. Сжимая в руке смартфона, я направилась к каменной стене. Не знаю, каким образом, но она стала еще выше и шире. Начало она брала уже не рядом с разрушенным забором, а почти у сарая с курами. Каменная глыба теперь напоминала айсберг. Что пряталась там, под землей, и каких размеров, никто не знал. Как-то неожиданно стемнело, а старики все еще не вернулись. Я запереживала. Начитавшись в интернете самых невероятных домыслов, я собралась опять выйти во двор, как вдруг фары подъезжающей машины осветили окна в зале. «Приехали!» Я встретила стариков у машины. Пока я помогала заносить в дом пакеты с продуктами, баба Дуся без умолку сообщала мне последние новости. Оказывается, подобные каменные стены также выросли в поле недалеко от районного центра, примерно в ста километрах от нас. Формы у них почти одинаковые. А еще выяснилось, что никто ничего с ними сделать не может. Никакая взрывчатка, никакое оружие их не берет. Практически обо всем этом я уже знала из новостных лент сети. Сердце сжимало тревогой за родителей. Баба Дуся сказала, что больше они не звонили. Но тому есть причина, так как дорога в основном проходит вне зоны действия сетей мобильных операторов. Нужно просто набраться терпения. Всю ночь мы с бабулей не могли уснуть. Она безостановочно молилась, а я просто лежала в кровати и пялилась в темное окно. Ближе к утру меня, незаметно провалившуюся в сон, разбудил невыносимый грохот и треск. Закричали куры, я выглянула в окно и не смогла поверить глазам. Каменная стена стала просто огромной. Она разрушила в щепки сарай с курами и уже подпирала пристрой к дому, который служил кладовкой. Старики выскочили на улицу под дождь, в чём спали и быстро вернулись в дом. Нет, нет спасения в нашем доме. Дед Сергей задумчиво стоял у окна на кухне с зажжённой сигаретой, а баба Дуся даже не обратила на это внимания. Ждём мы родителей и катимся отсюда к чёртовой матери. «А ежели не приедут?» Тоненьким голосом спросила баба Дуся, и её бледное лицо напоминало луну. Дед Сергей спокойно посмотрел в её сторону. «А ежели не приедут? Сами поедем за ними!» Я перевела взгляд на часы. По-хорошему, через час или полтора родители должны подъезжать к нашему силу, но в дороге всякое может случиться. Что-то может их задержать. Мне казалось, что в эту минуту каждый из нас размышлял об одном и том же. «Не знаю», — дед затушил сигарету в цветочном горшке. «Будем ждать, пока дом стоит». Но они не приехали за нами. Дом держался ещё около недели, и только когда появилась угроза обрушения крыши, мы быстро собрались в дорогу. За прошедшие дни к нам два раза приезжали сотрудники МЧС с требованием покинуть жильё и эвакуироваться в здание школы в районном центре. Но дед Сергей отвечал им категорическим отказом в своей самой грубой манере. Перед тем, как мы тронулись в путь, из новостей стало известно кое-что интересное об этой природной аномалии, погубившей уже сотни тысяч жизней. Каменные стены представляли собой пары дугообразных цепей, почти зеркально повторяющих друг друга. Протяжённость одной цепи составляла порядка двух тысяч километров. И такие цепи покрывали практически всю территорию суши. Торчали из морей и океанов. Научных объяснений этому явлению всё ещё не было. Поэтому одна часть выживших готовилась к инопланетному вторжению, а другая — к концу света. Я листала ленту в соцсетях, стараясь не заострять внимание на фотографиях жертвы разрушений. Я просто хотела убить время перед тем, как мы покинем зону мобильной связи и погрузимся в атмосферу унылой мелодии радиоприёмника. Вдруг старый жигуленок деда задрожал. Старик кое-как справился с управлением на мокрой дороге и затормозил у поворота. Баба Дуся тут же громко зашептала молитву. Приглушённый треск доносился со стороны леса и быстро приближался. «Это чёртова хрень где-то растёт», — предположил дед Сергей, напряжённо вглядываясь в верхушки сосен и берёз. «Не похоже. Раньше такой тряски не было», — отозвалась я с заднего сидения, опуская стекло. «Доча, закрой окно!» — истерично взвизгнула баба Дуся. «Говорили же, что земля источает ядовитые газы из самой преисподней!» Я только тяжело вздохнула в ответ и подчинилась. Между тем, земля продолжала дрожать и издавать страшные звуки. Что делать? Дед не может ехать. Мы тут застряли. А совсем рядом происходит что-то ужасное. Я снова перевела взгляд на экран телефона. «Это зубы!» Только и успела выкрикнуть я, когда каменные челюсти захлопнулись, и бесконечная тьма поглотила весь мир. «Говорили же, что земля источает ядовитые газы из самой преисподней!» Автор Анна Миронова Озвучил Валерий Равковский Голос с канала Некрофос и канала Варгард Прослушать другую историю данного автора можно по ссылке в закрепленном комментарии. Там же я оставил ссылку и на наш Телеграм-чат. Рекомендую подписаться и присоединиться к нашему уютному сообществу в Телеграм, поскольку я не знаю, сколько еще вы сможете слышать меня на Ютуб. А пока большее из поддержки, что вы можете сделать, это подписаться на канал Некрофос и Варгард, оставить комментарий под видео, а также присоединиться к нашему Телеграм-сообществу. В случае чего все новости для вас будут доступны там. Спасибо большое, хорошее, и, надеюсь, совсем скоро снова услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok